Ремонт дорог, доступ к чистой воде, строительство социальных объектов и улучшение условий в общественном транспорте. Именно эти вопросы задавали горожане на встрече с первым заместителем Кабмина Адлбеком Касымалиевым. В течение двухчасовой встречи горожане получили ответы на многие волнующие их вопросы. Некоторые были решены на месте. В рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку были присоединены несколько сёл Чуйской области. Теперь их проблемами займётся мэрия Бишкека. В настоящее время на окраинах столицы существует проблема с чистой водой. Мэр города заявил, что вопрос будет решаться поэтапно. Все необходимые меры уже предпринимаются. «Мы, конечно, рады, что нас присоединили к городу Бишкек, но у нас всё же остаётся проблема с питьевой водой. Мы просим её разрешить. Чтобы построить одну водопроводную станцию, нужны большие деньги – 6,5 миллиардов сомов. Мы постепенно будем решать этот вопрос. Сейчас выложить такую сумму мы не можем». Отсутствие арыка вдоль улиц также вызывает беспокойство у горожан. Без них во время дождя может возникнуть подтопление. Также это говорит о плохом поливе деревьев. «Между улицами Масалиева и Бакаева вообще нет каналов. Об этой проблеме мы говорим третий год. Мы создали цифровую карту столицы. В скором времени мы решим вопросы с ирригационными сетями». Большинство участников встречи интересовались сроками ремонта дорог в своих районах. Обсуждалась масштабная реконструкция на улицах Бишкека. Ответственные руководители сообщили, что основная часть работ будет завершена к концу августа. На встрече коснулись и вопросов с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах. «Проводятся ежедневные рейдовые мероприятия. Устанавливаются камеры видеонаблюдения. А тем гражданам, которые нарушают правила, выписываются штрафы. Размер составляет от 5,5 тысяч до 22 тысяч сомов». «За два часа выступило более 30 человек. Было озвучено 78 вопросов. Граждане, не успевшие выступить, подавали свои обращения в письменной форме. По мнению жителей Бишкека, такие встречи помогают услышать и решать проблемы на месте». «Я считаю, что у встречи хорошие итоги. Будет лучше, если они будут проводиться каждый квартал или хотя бы раз в полгода». «Все поднятые вопросы будут приняты во внимание. Руководители, которые здесь находились, будут вести работу по своим направлениям. Но есть проблемы, которые невозможно решить за час. Но госорганы по мере своих возможностей будут решать их». Как отметил зампред Кабмина Адубек Касамалиев, ни один вопрос не останется без ответа, а проблемы без внимания. Напомним, что подобные встречи с населением проводятся по поручению президента Садыра Джапарова.